Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали 1278 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. А с начала пандемии общее число заболевших в регионе – 126 282. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. По количеству заболевших Самарская область по-прежнему на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Всего в России за сутки выявили 36 446 случаев заболевания ковида. Эпидемиологическая ситуация в области остается неблагополучной и крайне напряженной. Об этом говорили на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса. Его провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Какие решения были приняты в нашем сюжете? Заболеваемость коронавирусом в области, если сравнить с тем же периодом прошлого года, сейчас выше в 8 раз. Об этом на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. На амбулаторном лечении, по словам министра здравоохранения Армена Беняна, находится почти 31 тысяча жителей с подтвержденным коронавирусом. С пневмонией и ОРВИ более 33 тысяч. Почти 90% пациентов обеспечиваются лекарствами в день первого осмотра. По словам руководителя областного Минздрава, уже разрешена одновременная вакцинация от коронавируса и гриппа. Инъекции вводятся в разные области тела. Получено более 580 тысяч доз вакцин от гриппа. Использовано почти 451 тысяча. Ведется работа по увеличению поставок в регион. В области работают 167 пунктов вакцинации, 9 круглосуточных. Задействованы мобильные ФАПы и более 50 мобильных бригад, которые в том числе осуществляют вакцинацию пожилых на дому. Основная нагрузка сейчас приходится на прививочные пункты в поликлиниках. Их адреса и карты размещены на сайте регионального Минздрава. В первую очередь о том, что эти пункты расположены в поликлиниках по месту жительства, потому что люди знают эти поликлиники, знают, где они географически находятся. Ну и, конечно, дополнительные удобства, о чем вы говорили в районе торговых центров. Хотя я понимаю прекрасно, что они, наверное, в меньшей степени загружены. Там нет очередей, таких как в поликлиниках. Но в поликлиниках надо иметь несколько постов. Виктор Кудряшов отметил, что ближайшие две недели должны сыграть решающую роль в том, чтобы сбить волну заболеваемости. Представители Роспотребнадзора не советуют путешествовать, перемещаться по региону или стране. Нерабочие дни введены для максимального разобщения и разрыва цепочки заражения. Что касается практики QR-кодов, то она будет расширяться и по завершении режима нерабочих дней. Виктория Шарая, События. Усилить контроль за соблюдением ковид-ограничений, чтобы не ухудшить эпид-обстановку в регионе. Такую перспективу обсудили и в ходе совещания комиссии по контролю за соблюдением требований режима нерабочих дней, которые провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Обо всех инициативах комиссии расскажет Михаил Гермоленко. Несоблюдение режима самоизоляции – одна из причин быстрого распространения коронавирусной инфекции. Есть случаи, когда пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, нарушают режим и выходят на улицу, либо посещают места массового скопления людей. Чтобы решить эту проблему, нужно создать специальный механизм наблюдения за пациентами, который лечится на дому. Об этом шла речь на совещании под руководством председателя областного правительства Виктора Кудряшова. При получении положительного теста мы должны предупредить человека под роспись административно-уголовной ответственности. И отработаем в самое ближайшее время, сегодня обсудим уже алгоритм, как мы будем усиливать контроль за вот такими нарушителями. Я думаю, что надо привлекать волонтерский штаб. У нас, конечно же, в поликлинике обзванивают таких людей, но обзвон – это не всегда эффективен. Одно из решений этой проблемы – специальная горячая линия, телефон которой вы видите на экране. По нему можно будет сообщить не только о нарушениях режима рабочих дней, но и о жителях с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не соблюдают требования самоизоляции. В ближайшее время к областному номеру горячей линии добавятся номера для каждого города и района. Граждане, которые увидят какие-то нарушения, могут по этому телефону, в продолжительном режиме, позвонить и сообщить о своих опасениях. Соответственно, эта информация будет доводиться до исполнителей, а это у нас органы местного самоуправления, это органы исполнительной власти по подведомственности для принятия соответствующих мер. Чтобы замедлить распространение COVID-19, в регионе также усилят контроль за соблюдением ограничений в местах массового скопления людей. В первую очередь это коснется крупных торговых центров. На каждом входе к сотрудникам охраны прибавятся полицейские либо росгвардейцы. Они будут также проверять наличие справок о вакцинации или болезни COVID-19 и составлять административные протоколы на нарушителей. Это касается не только посетителей торговых центров, но и арендаторов. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. Эпидемиологическую ситуацию, а также новые ограничительные меры обсуждали и на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Какова эпидемиологическая ситуация в городе сейчас и как осуществляется контроль за соблюдением санитарных мер, расскажем в следующем сюжете. Среди городов региона по показателю заболеваемости коронавирусом Самара занимает четвертое место. Больше только в Отрадном, Новокуйбышевске и Октябрьске. На прошедшей неделе на 100 тысяч человек населения 245 заболевших, среди которых больше всего работающих в возрасте от 30 до 49 лет. Количество случаев бессимптомного или тяжелого течения болезни не изменилось, но при этом появилась тенденция, что средне тяжелых больных стало меньше. Одной из причин такого изменения является вакцинация. Структура поменялась, легче течет заболевание однозначно, то есть уменьшилось число средне тяжелых форм, увеличилось число легких форм. Незначительно, но как тенденция мы имеем полное право это зафиксировать. Чтобы продолжать положительную динамику в этом направлении, а также разорвать цепочку заражения в регионе, губернатор ввел нерабочие дни и новые ограничительные меры. Как режим соблюдают в Самаре, обсуждали на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса под руководством главы города Елены Лапушкиной. Мэр отметила, что все меры будут эффективными, если жители будут соблюдать необходимые требования. Увы, другого выбора не остается, поэтому нужно ограничить свое общение. Нужно быть крайне бережным к себе и к окружающим людям. Надо носить маски, надо исполнять все требования Роспотребнадзора и еще раз максимально сократить общение. Районы администрации продолжают контролировать амбулаторных пациентов с коронавирусом. Не прекращаются и проверки соблюдения масочного режима и других санитарных требований в общественном транспорте, в торговых центрах и магазинах, в офисных центрах и отделениях банков. Кроме того, в Самаре в усиленном режиме продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самарской области сделали прививку от коронавируса более 1 миллиона 300 тысяч жителей. В органах соцзащиты Сызрани вакцинировалось 96% сотрудников. Подробности в нашем материале. В органах соцзащиты Сызрани соблюдают социальную дистанцию и меры личной безопасности. При входе температурный контроль, ношение масок для сотрудников и посетителей обязательно. Так же, как и предъявление QR-кода. Прививка – залог безопасности, считают Сызранцы. Да, конечно, здоровье превыше всего. В Сызранской соцзащите более 96% сотрудников уже с прививкой. Когда началась вообще масштабная вот эта акция, то перед нами, наверное, как перед сотрудниками социальной сферы, вопрос вакцинироваться или нет не стоял. И поэтому, наверное, в первые даже три месяца большинство наших сотрудников для себя сделало выбор. Потому что мы работаем с людьми. К нам ежедневно приходит на прием большой поток населения. Основные посетители органов соцзащиты – пенсионеры, ветераны, инвалиды. Рисковать их жизнями сотрудники не имеют права, считают соцработники. Их лозунг «Сейчас» – лучше вакцинироваться заранее, чем лечить болезнь потом. Сергей Кизоркин, События. Министерство здравоохранения России утвердило новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19. Документы начнут выдавать после того, как приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале Госуслуг до 1 марта следующего года. В сертификате будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания вакцинированного и дата оформления документа. Там также будет QR-код и данные о сделанных прививках. Врачи внесут в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках, не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании сертификат можно получить на бумажном носителе. Добираться до работы и домой без риска для здоровья. Воздух в салоне общественного транспорта станет чище и безопаснее. В самарских трамваях установили рециркуляторы – устройство для обеззараживания. Максим Магомедов изучил, как они работают. Дышать полной грудью в трамвайно-троллейбусное управление поступила первая партия рециркуляторов. В соответствии с поручением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, весь общественный транспорт оснащается устройствами для обеззараживания воздуха. Их действия направлены на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. Рециркулятор – это устройство, которое устанавливается в салоне подвижного состава внутри автобуса, трамвая, троллейбуса. И своим действием способствует тому, чтобы вдыхаемый пассажирами воздух был очищен от всяких вредных элементов и примесей. Эта работа направлена на то, чтобы сделать поездки в общественном транспорте еще более безопасными. Это дополнительная мера, которую мы принимаем в это непростое санитарно-эпидемиологическое время. Несколько трамваев 1, 4 и 18 маршрутов уже вышли на линию с установленными рециркуляторами. Они включаются перед выходом на маршрут и будут работать на протяжении смены. Принцип прост. В корпусе находится светодиодный ультрафиолетовый излучатель. При помощи вентилятора воздух из салона направляется внутрь, где проходит через бактерицидную лампу, после чего снова подается в салон. Степень очистки, которую способен обеспечить прибор, рассчитывается прежде всего из объема помещения и мощности самого аппарата. К доставленной партии прилагаются паспорта каждого устройства. Производительность данного рециркулятора 35 кубов в час с учетом пассажиронаполняемости. То есть мы рассчитываем, что за полтора часа с учетом движения вагона и смены воздуха полностью мощности рециркулятора будет хватать. Как отмечают специалисты, такие рециркуляторы полностью безопасны для человека, животных и растений. Попадания прямых ультрафиолетовых лучей нет, поэтому ожогов кожи или слизистых оболочек не возникнет. Таким образом, без вреда для здоровья можно находиться рядом с работающим устройством, не покидая на это время салон транспортного средства. Диана Гамзанова – студент-медик. Каждый день пользуется общественным транспортом, чтобы добраться на учебу. Она, как никто другой, осознает опасность заражения респираторными заболеваниями в общественном транспорте. Рециркуляторы – это хорошая идея, потому что очень много людей сейчас болеет, и, наверное, это снизит риск заражения разными болезнями, ОРВИ и прочее. Рециркуляторы уже появились в семи трамваях и трех троллейбусах. К 15 ноября планируется установить 45 комплектов, а к 30-му – оснастить оставшийся подвижной состав. Всего в планах обеспечить рециркуляторами 1200 машин – трамваев, троллейбусов, автобусов. Не забыли и про станции метрополитена. Там будут смонтированы более мощные установки. В департаменте транспорта отметили, что наличие устройств обеззараживания воздуха не снимает с пассажиров обязанность носить маску на протяжении всей поездки. Также для минимизации рисков заражения коронавирусом, гриппом и другими сезонными инфекциями перевозчик продолжает мойку и дезинфекцию транспорта. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Далее в эфире новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. Правда ли, что российские банки запустят перечисления за рубеж по номеру телефона? Да, но речь пока только о странах СНГ. Поговорим об этом подробнее, но сначала о подорожании автомобилей. До конца года стоимость новых автомобилей увеличится еще на 3-5%. Эксперты считают, что основная причина увеличения стоимости кроется в дефиците авто, инфляции и обновлении моделей. Они уверены, что если нерабочую неделю продлят и дальше после 7 ноября, то это не лучшим образом скажется на дефиците. Ограничения приведут к еще большим задержкам поставок автомобилей. Ранее дилеры уже заявляли, что цены на автомобили с января по октябрь увеличились в диапазоне от 2,5% до 15%. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Ранее ее продлевали до марта 2026. Речь идет об упрощенном порядке оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним, гражданину необходимо подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением документа, подтверждающего факт владения домом. Кредитные организации упрощают денежные переводы в страны СНГ. Некоторые банки уже внедрили функцию перечисления средств по номеру телефона. Правда, отправить деньги можно только в рублях. Лимит за одну операцию не более 150 тысяч рублей, а в месяц не более полутора миллионов. За услугу кредитная организация взимает комиссию 1,5% от суммы перечислений, но минимум 30 рублей. Сейчас такая опция доступна только для отправки денег в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Россияне тем временем рассказали, почему отказываются от наличных денег. Главным преимуществом безнала называют удобство, гигиеничность и безопасность. Эти выводы содержатся в исследовании одного из банков. Важным фактором для россиян стала доступность большинства функций в мобильных приложениях банков, что позволяет совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы. Российский рубль заметно укрепляется. Официальный курс доллара на 27 октября 69,55 рубля. Американская валюта потеряла 58 копеек. Евро 80 рублей и 70 копеек. Европейская валюта снизилась на 1 рубль 4 копейки. Нефть марки Brent 86 долларов и 8 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. От жителей Самары с каждым днем поступает все меньше обращений по вопросам теплоснабжения. Это означает, что город вошел в режим стабильной теплоподачи. Как отметил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко, этого удалось добиться благодаря слаженной работе профильных ведомств. Ресурсоснабжающим организациям и коммунальным службам удалось вовремя отреагировать на все поступающие жалобы и справиться с трудностями, возникшими после подачи тепла. Напомним, в этом году было принято решение начать отопительный сезон практически на месяц раньше положенных сроков. В частности, это связали с непростой эпидобстановкой в регионе, осенними заморозками и распространением острых респираторных заболеваний в этот период. На сегодняшний день мы не имели ни одного звонка от жителей города по поводу отопления. Это то, что мы говорили, что мы вошли в режим. Черный код, который приносит только удачу и тепло домашнего очага. На улице Дачный профессиональный художник создает новый арт-объект. Сразу четыре граффити благодаря стараниям теплоэнергетиков украсит неприметный серый теплоузел. За творческим процессом наблюдал Сергей Кизоркин. В центре внимания домашний уют и комфорт. Труд энергетиков компании «Энергосбет плюс» и «Т плюс» нашел воплощение в полотнах известного художника из Санкт-Петербурга Андрея Попова. Яркие картины украсили насосную станцию на улице Дачный. Жители близлежащих домов уже успели оценить соседство с теплым искусством от энергетиков. Мы даже это за. Нам это больше нравится, потому что мы живем рядом и наблюдаем вечно всякие разрисованные каракули непонятно. А это, по крайней мере, искусство такое. Нам очень нравится. Ну, очень красиво, забавно было. Просто такие пошарпанные стены. И сейчас это очень даже замечательно. Роспись объекта выполняет самарский художник Алексей Заличев. Он уже не в первый раз обращается к темам и образом, связанным с энергетикой. В начале года Алексей оформил советами по безопасности и энергосбережению павильон тепловых сетей на улице Егорова в Новокуйбышевске. Здесь тематика понятна, что человек снабжает людей светом, теплом, электричеством. То есть, с левой стороны кошка греется, внутри тепло, снаружи снег. Можно понять, о чем идет речь. За 10 дней работы в Самаре уличный художник выполнил роспись трех стен насосной станции. Полная роспись объекта завершится к началу ноября. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Председателем Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» стал министр управления финансами Самарской области Андрей Примилов. Его кандидатуру поддержали все участники заседания Совета. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, Андрей Кислов, так же, как и Сергей Черепанов, покинули Совет директоров. Кислов в связи с тем, что будет представлять регион в Верхней Палате Российского парламента, Черепанов из-за смены работы. Сразу двое футболистов «Крыльев Советов» попали в расширенный список сборной России по футболу. В него вошли Роман Ежов и Иван Сергеев. Национальная команда сыграет против Кипра и сборной Хорватии. Первый матч состоится 11 ноября дома, второй – 14 ноября на выезде. Напомню, ранее стало известно о том, что форвард «Волжан» Сергей Пеняев получил приглашение в юношескую сборную. Команде предстоит два матча отборочного этапа чемпионата Европы Ю-19 против Германии и Фарерских островов. Далее коротко о других темах дня. Госдума может рассмотреть закон об отмене техосмотра для легковых авто уже после завершения нерабочих дней, которые установлены в стране. В случае принятия новых норм техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше 4 лет. Для коммерческого автотранспорта, включая такси, процедура останется обязательной. Минтранс России хочет увеличить максимальный размер платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%, расширив таким образом возможности для окупаемости дорожных проектов госкомпании «Автодор». Это следует из материалов проекта постановления правительства. Максимальную стоимость проезда для действующих трасс, составляющую 3 рубля 65 копеек за километр, предлагается повысить до 5 рублей, для новых трасс – до 8 рублей. В России начали тестировать систему обнаружения людей с оружием около школ. По замыслу создателей проекта, система должна заранее находить потенциальных стрелков и вызывать полицию. Однако эксперты говорят, что камеры потенциально могут распознать лишь крупное оружие – ружги или винтовки. Но не отследят спрятанный небольшой пистолет. Камера будет подавать сигнал на пункт охраны в самой школе. Если реакция не последует, система заблокирует входы учреждений и сообщит о потенциальной угрозе полиции. Как сообщают федеральные СМИ, испытания проходят в одной из самарских школ. До конца следующего года в нескольких городах России может появиться система, которая будет распознавать драки, ДТП и другие правонарушения с помощью видеокамер. Факт правонарушения технология сможет определять автоматически. В таком же режиме она будет способна оповестить о произошедшем экстренные службы, например, если человеку стало плохо. Система способна с точностью от 80 до 95% определить, когда человек начинает ехать на велосипеде, стоять, говорить по телефону, драться, курить, пить или бежать. Самарские таможенники изъяли более 1 миллиона 200 тысяч поддельных товаров с начала года. Это практически пятая часть от всего контрафакта, выявленного в России. За тот же срок на территории страны выявили 6 миллионов 200 тысяч фальсифицированных товаров. Самарские таможенники не пропустили 750 тысяч единиц немаркированной продукции или товаров с нечитаемым QR-кодом. Выявили, что 16% проверенных машин имели нарушение законодательства. Пресекли ввоз в регион более 20 тонн санкционных яблок. По выявленным фактам возбуждено 93 уголовных дела. Православные верующие отмечают праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери. В России этот образ особо почитаем. В Самарском Иверском женском монастыре прошла торжественная служба. Монахини вместе с прихожанами приложились к главной иконе храма. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Наталья Башкова в Самаре бывает нечасто. Она живет в Тольятти и трудится в воскресной школе при храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В областную столицу приехал специально на престольный праздник Иверского храма. Помолиться вместе с монахинями и приложиться к главной святыне женского монастыря – Иверской иконе Божьей Матери. В монастыре особая молитва. Пение здесь особая школа, которую матушка Иоанна здесь утвердила. И вот эта молитва, средоточенная среди единомышленных, верующих людей, она помогает выбрать главное в жизни. Сам образ Иверской Божьей Матери, который сейчас находится на Афоне, был написан евангелистом Лукой в первом веке. В девятом веке в византийском городе Никия икону нашла вдова с сыном, которая потом организовала домашнюю церковь. Об этом узнали воины и иконоборцы. Один из них пронзил копьем святой образ. С тех пор Богородица на Иверской иконе изображается с каплями крови на щеке. Чтобы спасти икону, вдова решила отправить образ по воде. Она об этом рассказала своему сыну, который пошел на Афонскую гору. Там он поведал монахам о чудотворном образе Богородицы. Спустя два века икону нашли в море недалеко от Афона. В Россию Иверскую икону Божьей Матери привезли в 17 веке. Она была списана афонскими старцами с оригинала. Долгое время образ Пресвятой Владычицы был в Новодевичьем монастыре. Сейчас он находится в Государственном историческом музее. В России есть еще несколько списанных образов Иверской иконы. Последний находится в Иверской часовне возле Воскресенских ворот Московского Кремля. Приходя к чудотворной иконе, собираясь большим количеством людей, люди просят у Пресвятой Владычицы милости Божьей. Но они знают, что нам свои просьбы, которые мы все с вами взываем, Матерь Пречистой, и она ходатайствует за нас пред своим сыном, мы получаем в ответ от нее все то, что просим. Иверская икона Божьей Матери – одна из особо почитаемых в России. К ней обращаются для исцеления от болезней и недугов. В дореволюционной Москве ее отвозили на дом к больным и служили молебью на здраве. В женском монастыре в Самаре главная святыня находится в левой части Иверского храма. В серебряном окладе с алмазами и изумрудами. Никита Колосов, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Все новости читайте на официальном сайте Самарагис, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова